Аудит нового Etsy-магазина. Как не стоит делать? Что обязательно должно быть в новом Etsy-магазине? Пример картины маслом. Приветствую вас, друзья, с вами Прохоровская Светлана. Мы с вами гости вот в таком прекрасном красивом магазине художника Ларисы. И я сужу о том, что Etsy-магазин новый из-за того, что кроме картин мы с вами здесь ничего не увидим. И в топе в шапке тоже, кстати, пусто. Такая красота. И давайте на примере Ларисы поговорим, а что нужно сделать, когда вы только-только открыли свой Etsy-магазин. Новый Etsy-магазин, или вернее у тех, у кого новый Etsy-магазин, когда я делаю аудиты, часто встречаю вот такую ошибку. Вы открываете свой Etsy-магазин, не заполняете его, быстро выкладываете все товары и сидите и ждете. Проходит у кого-то месяц, два, полгода, а получается у кого-то покупают, у кого-то нет. И не дождавшись, вы начинаете что-то изучать и читать. Вот это одна из ошибок. Получается, главная страница не заполняется, вы начинаете работать, выкладываете товары, они заканчиваются. И, к сожалению, ничего в ваш магазин не продвигается. Друзья, я вам хочу поговорить, показать, указать. Если вы открыли свой Etsy-магазин и у него название такое, как у вашего ника, ну просто набор буквы, фраз, вы не ожидали, что это будет видно покупателям, вы это название можете поменять. Например, смотрите, когда мы вбиваем в поиск painting, это один из главных ключевых запросов, вернее, oil painting у Ларисы, самый главный ключевой запрос по ее товарам. И вот здесь, когда мы спускаемся в нишу, найдите магазины, которые содержат слово painting. Вы можете проверить по своим Etsy-магазинам, по своим важным ключевым запросам, даже когда вы планируете открывать магазин. И получается, у тех людей, у которых название Etsy-магазина есть эта фраза, будет подтягиваться вот эти магазины. Либо под названием Etsy-магазина в тайтле есть этот ключевой запрос, тоже будут подтягиваться. Иногда больше магазинов приходит, иногда меньше по этому запросу, который вы внесли. Но всегда есть вот такой шанс быть найденным по названию или по части названия вашего Etsy-магазина. Следующий момент, на что я обращаю вашего внимания. После открытия Etsy-магазина вам важно заполнить с применением главных ключевых слов вот такой ряд пунктов. Когда вы заходите в мои Etsy-магазины, вы видите уже заполненный Etsy-магазин. Обратите внимание, какие пункты, когда вы будете даже сами смотреть, у меня заполнены. Очень важно заполнить с учетом ваших ключевых запросов. Это теги на Etsy, те ключевые слова и фразы, по которым находят ваши клиенты. Энонсмент, вот айтемс, секции вашего Etsy-магазина назвать. Добавить кнопку request, custom order, updates, about, там где большой текст, фото, как вы работаете, видео, как вы работаете, ваши социальные сети. Указать shop members, shop policies, privacy policy, часто задаваемые вопросы. В правом верхнем углу профиль вашего Etsy-магазина, как владельца, тоже заполнен. Получается, у Ларисы очень красивые картины. Их можно разбить, например, картины с цветами, картины маслом пейзажа, картины маслом моря, либо океан. И вот именно с помощью этого проверить, как правильно будут звучать эти ключевые запросы на английском и добавить их в секции, вот здесь, там где О написано. Вот, например, там название, вид картины, да, и что изображено, что видно на картине. Когда много изделий, много картин, это дает и людям, и поисковикам ориентир, что вы продаете и как легче найти эти товары, эти изделия. Это по этому пункту. Обратите внимание, получается, с первого пункта вывод, главную страницу Etsy-магазина, очень важно заполнять. Etsy, следующее, что я хочу обратить ваше внимание, давайте рассмотрим заполнение листинга в 2021 году. Какие рекомендации есть от Etsy? Заполняйте 10 фото плюс видео. Есть вот этот пункт, мы его заполняем. Если у вас не получилось, да, если у вас, например, вы не знаете, какие фото поставить, вы берете картину, фотографируете ее элементы, блоки. Получается, задача заполнить 10 фото. Back картины, заднюю сторону картины, как она придет упакованной. Вы можете держать в руках эту картину, очень хорошо видно тогда ее размер. Маленькая эта картиночка, либо большая. Я понимаю, что вы будете текстом это все описывать. Ну, а есть следующий. Минус, когда, ну, к тексту мы еще вернемся. Тайтл. Тайтл важно написать под требования все-таки Google и прочих поисковых систем. Почему? Потому что Etsy сейчас старается работать с внешней рекламой. Это 40 символов. Если мы говорим про ваш тайтл, то также важно писать главный ключевой запрос на первом месте вашего изделия в описании товара и среди 13 тегов. Следующий момент. Что нам важно? Проверяем. 10 фото, видео есть, нету. Тайтл как написан. Как написано описание товара? Etsy рекомендует начинать от 500 знаков. Это 150 слов, страничка А4. Важно писать SEO копирайтинг. Это уникальное описание товара каждому листингу с применением ключевых слов. Важно указывать категории, которые указывают те категории по тому виду товара, что вы продаете. Смотрите, здесь в листинге у Ларисы, к сожалению, я так понимаю, теги не сохранились. Мы видим категории Craft, Suppliers and Tools, но они эти категории не подходят. Если бы Лариса продавала инструменты для рисования, создания картин, то эта категория была бы хороша. Но Лариса сейчас продает картины маслом. И давайте попробуем здесь еще один листинг открыть и посмотреть, что в нем. И если Лариса продает картины маслом, то и секция должна быть относиться к картинам маслом. Давайте заглянем еще в одну. Здесь, по-моему, должно быть правильно. А вот здесь правильно. Смотрите. Art and Collectibles Painting Oil. Получается, эти секции для картин маслом. Вот здесь, по всему этим магазину, тогда и нужно указывать правильные категории. Категории участвуют в налогообложении. Не забывайте про это. Давайте еще раз вернемся. Какие ошибки у мастера по листингам? Очень часто не хватает всех 10 фото. Очень часто тайтл сделан, скажем так, без учета современных требований. И главный ключевой запрос не на первом месте. По поводу категорий мы с вами рассмотрели. Важно указывать категорию того вида товара, который вы продаете. А вот те приблизительно, например, особенно есть ошибка, было в листинге, в одном у Ларисы указано, что она, секунду, по-моему, это в этом листинге, что она продает даунлодс товары. Обратите внимание, если вы продаете физические товары, Digital Prince, если вы продаете, ну как, и вы делаете, ну как, снимаете на видео этот товар, случайно ли вы не выбрали не ту категорию? Потому что ваш товар подразумевает отправку. И здесь даже человеку, который будет хотеть купить, ему не сильно будет понятно, а что вы продаете. Если вы продаете Digital товары, то где ваш файл? Если вы продаете физические товары, то он должен этот товар, да, отправляться. Хотя по секции, но тут все-таки Лариса выбрала, тут же доставка должна быть, она даже есть, но по секции здесь неверно указана, да, секция, которая будет относиться, в которой секции на Etsy Marketplace будет показываться ваш товар, ваши изделия. Обратите на это внимание. Так, следующий пункт, на что я обращаю ваше внимание, описание товара. Если описание товара, одна фраза или один-два предложения, к сожалению, сейчас такой короткой информации недостаточно для продвижения ваших листингов. Вы что проигрываете по сравнению с другими мастерами, вот другим листингом, другим Etsy-магазином? Какой вывод, что я предлагаю сделать Ларисе со своим магазином? Обратите внимание, важно запомнить главную страницу Etsy-магазина. Старайтесь, когда вы открыли свой Etsy-магазин, сделать это сразу же. Выставили один товар, заполняйте главную страницу. Когда вы вносите свои товары без тегов, вас очень плохо видно. Важно подобрать ключевые запросы, а не просто как-нибудь повыставлять свои листинги, чтобы был, например, больший выбор клиентов. Но клиенты не могут вас найти. Почему? Потому что у вас тегов нет. Поисковики будут хотя бы на тайтл ориентироваться. Там частично ключевые запросы правильно, частично указаны, частично нет. Но это занижает ваши листинги в поиске, в выдаче. Получается заполнить главную, не забыть добавить секции, отредактировать старые листинги 1-2 в день, как работать, над чем, там описала выше, начать работать социальными сетями. Друзья, выставили листинг? Делитесь этим листингом в свои социальные сети. Особенно там, где есть ссылка на ваш листинг. Twitter, Pinterest, YouTube, Facebook тоже подойдут. Получается задача сделать ваш интернет-магазин более виденым. Когда вы делаете листинг, выставили, поделили социальные сети, вы даете указания поисковикам, что появилась новая страничка в интернете, чтобы они ее проверили и выдавали, проиндексировали, и выдавали вашим потенциальным клиентам. Поэтому желательно-желательно обязательно вам ее заполнять. Если у вас есть социальные сети, обязательно делитесь. Друзья, что я еще хочу сказать. Если у вас есть вопросы по Etsy-магазину, если вам нужна индивидуальная консультация, у меня есть раздел Etsy на русском, Pinterest на русском. Заходите, читайте, смотрите. Есть индивидуальные консультации, есть по SEO, есть просто аудит Etsy-магазина. Кому интересно, загляните, посмотрите, почитайте. Отвечу вам на Etsy. А если вы решили самостоятельно работать, еще раз напоминаю, не забудьте заполнить главную страницу вашего Etsy-магазина. В вашем листинге тайтл, теги, описания служат теми местами, где поисковики начинают понимать, а что вы продаете, каким людям, на какие запросы, если человек что-то написал в Etsy-поиске, ваши картины, ваши изделия показывают. Поэтому ваша задача, номер один, сразу после открытия заполнить главную страницу Etsy-магазина, изучить ключевые запросы по вашим словам, какие теги вам писать, как вам писать описание, а потом уже постепенно добавлять листинги. И с того, если вы уже сделали наоборот, вам регулярная работа, SEO – это регулярная работа в интернет-магазине. Когда вы что-то делаете всплесками, вы сделали всплеск, потом очень долго не занимаетесь Etsy-магазином, он проседает, вас в поиске становится все хуже и хуже видно. А когда вы, например, регулярно, через день, каждый день, через несколько дней работаете, добавляете новые листинки, добавляете новые товары в своем Etsy-магазине, не забывайте, что Etsy – это интернет-магазин, это не блог, потому что вы можете подумать, если я консультант, то я пишу в своем Etsy-магазине вот такие большие тексты. Но это имеется в виду и по отношению к любому интернет-магазину. Если вы хотите, чтобы с помощью белого SEO, с помощью ваших текстов, по которым есть ключевые запросы, важные для вашего интернет-магазина, вы продвигались, вам тоже это нужно делать. Друзья, если вам что-то непонятно, пишите под этим видео. Я вам желаю удачи и успехов во всем. Наслаждайтесь вот такими красивыми, прекрасными картинами. Ларисе тоже удачи на Etsy. Желаю быстро-быстро доработать свой Etsy-магазин, исправить ошибки и получить свои первые, десятые, сотые и тысячные продажи. Друзья, удачи вам во всем. С вами была Прохоровская Светлана. И пока, до встречи в следующих видео.